Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о мошенничестве на сумму около 450 миллионов рублей. Всё очень сложно. Мошенники работают очень хорошо. И почему подсудимый не пришёл на процесс? Цепная реакция. Здесь вот металл, дометалл. Провода под напряжением рухнули на проезжающей автомобиле. И каждый пятый иностранец находится в России с нарушением закона. Полицейские рейдом прошлись по рынкам. Это и не только прямо сейчас. Обвиняется в мошенничестве на сумму около 450 миллионов рублей. В Ахитовском суде стартовал процесс по делу 56-летнего Роберта Ташкалова. По версии следствия, он под предлогом получения займа на организацию производства композитных материалов похитил деньги двух инвестиционных компаний, а также обманул и физические лица. Но на процесс подсудимый сегодня не пришёл. Почему, а также об инкриминируемых ему преступлениях расскажет Нафиса Минязова. Всё очень сложно. Мошенники работают очень хорошо. До начала судебного процесса потерпевший переживали, придёт ли на процесс подсудимый. Мужчина находится под подпиской о невыезде. И смогут ли они наконец добиться хоть какого-нибудь решения в их пользу. Говорят, что несмотря на то, что на протяжении нескольких лет они пытаются добиться правды, всё же надеются на благоприятный исход всей этой истории. И Роберт Ташкалов сам выплатит им нанесённый ущерб. Согласно уголовному делу, он совсем не мал. Около 450 миллионов рублей. Ташкалов обвиняется в том, что в период с октября 2009 года по июль 2015 года, являясь генеральным директором ЗАО ЯМТ+, ЗАО ЯМТ, ЗАО Нуран и ООО Нуран Пласт, действуя из корыстных побуждений путём обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ООО «Татнефтехиминвестхолдинг», ООО «Химик» и ООО «Россельхозбанк», а также троих граждан. Не исполнил обязанности по репатриации денежных средств, перечисленных по контрактам на счета немецкой фирмы и фирмы Швейцарской конфедерации. Как установили следователи подсудимому, под предлогом расширения бизнеса инвесторы выделяли деньги на строительство производственного комплекса. Однако на эти цели пошла лишь малая часть средств. Кроме того, согласно уголовному делу, обвиняемый взял кредиты как сам, так и уговорил это сделать сотрудников своей фирмы, обещая всё погасить. Но обещание так и не выполнил. Пять миллионов его подчинённых выплачивают самостоятельно. Сейчас ему инкриминируется преступление по статьям мошенничества и уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств, то есть не возвращение денег, перечисленных иностранным компаниям. По словам потерпевших, они уже на протяжении нескольких лет пытаются доказать вину подсудимого, но каждый раз он придумывает новую причину для того, чтобы не явиться в суд. В этот раз он предоставил справку о том, что переболел острым бронхитом. Также по неизвестным причинам в суд не явились его адвокаты, некоторые потерпевшие. В связи с этим рассмотрение дела перенесли на 20 марта этого года. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Паралич движения трамваев и серию дорожно-транспортных происшествий вызвал сегодня оборвавшаяся контактная сеть электротранспорта в Нижнекамске. Находящиеся под напряжением провода рухнули на проезжающие машины. Водители, ехавшие сзади, не успевали среагировать на внезапную остановку. По одной из версий, причиной всему мог стать автоэкран, зацепивший воздушные кабели. Но водитель последнего утверждал, ездил тут не раз и по габаритам грузовик прекрасно проходит под контактной сетью. О возможных причинах и последствиях Алина Бережная. Здесь вот металл, где металл. Эльмира Шайхова одна из пострадавших от падения контактной сети трамвайной линии. Именно на ее автомобиль и упал высоковольтный провод. Женщина сильно испугалась, тут же остановилась. И в этот момент в ее автомобиль въехала другая легковушка. Я испугалась не из-за того, что я стукнула, а то, что у меня провода упали на лобовое стекло. Знаков никаких. Под электричеством же еще будет. Да, и меня просто смутило то, что они даже не подходили и не убирали. Я вот этими руками сама убирала провода. Аварийная служба приехала быстро, но вот устранить последствия оперативно не получилось. Всего было повреждено около 300 метров кабеля. Предположительно, там кран стоит, кран зацепил провода, получился обрыв. И все, устраняем. Почувствовали вот этот контакт с проводами? Нет, я посигналил, я остановился. Водитель манипулятора сам не знает, как все произошло. Эта дорога ездит постоянно и пересекал пути не один раз. Габариты автокрана всегда позволяли проезжать здесь без проблем. И не представляет, почему в тот раз он должен был их задеть. Поэтому теперь, как и сотрудники трамвайного предприятия, будут ждать заключения экспертной комиссии о причинах происшествия. Если провода задел именно автокран, то по какой именно причине? Движение электротранспорта восстановили через несколько часов. Затем специалисты начали выяснять точную причину этой аварии. Скоро подсчитают и сумму ущерба от простоя. Оплатить ущерб, вероятно, предстоит тому, кого признают виновным в этом происшествии. Алина Бережная, Александр Комаров, Вызов 112. Серьезное ДТП произошло на 953-м километре трассы М7 в Мамадышском районе. Там лов в лоб столкнулись автомобили Киа и Субару. Корейская легковушка от удара вылетела с трассы в кювет и застряла в сугробе. Внедорожник же остался на трассе, но получил серьезные повреждения кузова. Оба водителя были ранены, но от госпитализации отказались. Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и вытащили из снега корейскую иномарку. Сейчас причина аварии. Кто виноват, предстоит выяснить сотрудникам автоинспекции. Один человек погиб во время пожара в частном доме в Ютазинском районе. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около часа дня. Очевидцы сообщили, что дом горит в поселке Урусу на улице Пушкина. Там огнеборцев встретила соседка, которая и сообщила, что в помещении может находиться человек. В ходе тушения огня пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины от 1939 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. В результате пожара частично обгорели стены, потолок и мебель на площади 20 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Еще один пожар произошел накануне в поселке Кирби Лайшевского района. Очевидцы сообщили, что горит двухэтажный кирпичный дом и баня. Прибывшие к месту происшествия пожарные с огнем справились быстро. Однако серьезные ожоги лица все же успел получить 56-летний мужчина. Его госпитализировали в республиканскую больницу. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Каждый пятый иностранец, проверенный полицейскими, находится в России с нарушением миграционного законодательства. Стражи порядка проверили мигрантов на двух рынках. И на обоих у приезжих нашли нарушения. Какие именно и что теперь грозит нарушителям, расскажет Рамиль Шайдулин. Девушка, давайте, давайте туда. Каждый пятый иностранец, проверенный полицейскими на территории вьетнамского рынка и рынка привоз, находится в стране с нарушениями миграционного законодательства. Всего под проверку соблюдения законности попали 60 человек, 12 из которых не могли предоставить разрешение на работу, а кто-то и вовсе оказался без регистрации. На основании этого были составлены административные протоколы по статьям 18.8 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства, правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания в Российской Федерации. Рынки объектом проверки были выбраны не случайно. Торговля – это одна из наиболее популярных сфер среди иностранцев. Чаще всего это жители ближнего зарубежья, а также выходцы из Китая. За большинство миграционных нарушений, если допущены они в первый раз, закон предусматривает штраф. В этот раз на большинство мигрантов были составлены протоколы и выписаны административные штрафы в размере 2000 рублей. При повторных нарушениях закон к ним будет уже строже. Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, Вызов 112. Как развлекаться в обильные снегопады, к чему приводят селфи во время движения, и почему не стоит показывать свой статус, управляя дорогим автомобилем? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». На Сахалине пурган. Поехали. Кому-то снегопады доставляют проблемы, а кому-то приносят только радость. На Сахалине выпало так много снега, что его жители окнаются в него прямо из окна своей квартиры. В необычном развлечении приняли участие даже дети. Впрочем, без риска для здоровья так смогли сделать лишь те, кто живет на первом этаже. Принес жертву автомобиля ради красивого кадра. Молодой человек ввел видеорепортаж, одновременно управляя автомобилем. Скоро такая выходка достигла ожидаемого результата. Даже угодив в аварию, водитель не переставал держать монопод и продолжал снимать. Вот уж действительно, профессионал своего дела. Желание показать себя дороже денег. В Польше молодой водитель решил продемонстрировать навыки своего вождения друзьям и подругам. Однако, не справившись с управлением, молодой человек столкнулся с припаркованными машинами. Никто не пострадал, однако о дальнейшем состоянии молодого человека остается лишь догадываться. Судя по его взгляду, все приключения еще впереди. Лиза Ансабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.